всем привет ребята я рада приветствовать вас на занятия сегодня у нас будет тема африка и мы будем рисовать слона я использую гуашь рисую я на листе а3 и нам еще кстати понадобится карандаш вот сейчас вот сначала мы сделаем набросок самого слона ну и самой местности где он находится кстати вы можете сделать задний фон любым то есть совершенно любом где у вас находится слон какую-нибудь африканскую может он может на море на закате где-нибудь вот в общем то где угодно он может у вас стоять сначала мы будем рисовать самого нашего слона слона смотрите у слона у него четыре большие достаточно ноги длинный хвостик слона 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 и отмеряю где он примерно будет из И рисую его примерно вот так. Следующий будет. Он у меня не толстый, но и не тонкий. Я использую такой, знаете, немного масляный карандаш, чтобы потом размазать и не раскрашивать его таким красным. Вот. Потом нарисуем саму его голову. Сейчас смотрите. Мы сначала прорисуем вот так вот. Немного вниз рисую. И вверх мы пойдем немного такой бугорок сделаем. Вот так вот. И теперь делаем уши. Они такие у нас, ну, я так скажу, не остренькие. Как-то у него кошек бывают острые. Они у него такие висячие. Но мы не рисуем их вот тут, где-то. А мы отступаем. Они немного сушают. Но они у него достаточно большие такие. В фотографиях особенно. Вот. Я нарисую сразу на его основе. У меня, походу, получится какой-то, не знаю, слогенок. Ох, а видно. Не вижу, что ты рисуешь. Я вроде нормально нажимаю карандаш, не знаю. Вот так вот. Видно? Тоня, а ты можешь чуть-чуть приблизить? Может быть, будет лучше? Я просто не знаю, какой компьютер их приблизить. На компьютере просто. Или может просто крупнее рисовать. О, отлично. Ага. Супер. Вот так отлично. Сейчас хорошо. Такой сейчас. Ну, вам не... Если вы будете рисовать, раскрашивать там карандашами или акварелью, то вам не стоит так сильно нажимать на карандаш. Просто я буду раскрашивать гуашью, и поэтому потом гуашь, если что-то там как-то заманерует. Вот. Теперь продолжаем. Делаем гуку. И дальше идем от нижней части к ноге. Ноги у него, не забывайте, ноги у него достаточно широкие, большие такие. И вот тут вот. Вот так вот примерно проведите. Видно же, правильно? Вот тут вот должна вот так вот идти под наклоном. Ноги я обычно рисую слона. Так вот. Одна у нас нога такая, сколько говоря, готова. И вот тут вот рисуем у него такой животик. Он должен быть достаточно длинным, если вы не рисуете слоненка. У меня получится слоненок, несмотря на его голову, я буду рисовать слоненка. Вот. Теперь рисуем вот тут вот ногу. Его ножи ищем. Точно так же, как и рисовали к первому. Вот так вот. Вы можете рисовать взрослого слона, можете рисовать так же, как я, слоненка. В общем-то, как хотите. У меня получается слоненок, потому что я нарисовала ему очень длинный хобот и маленькую голову. Вот. Поэтому у меня будет маленький слоненок. Вот. Пока что вот нижняя и пол верхней части готова. И теперь рисуем сзади две ноги. вот так вот. То есть там было видно, что они там сзади, не четыре ноги спереди, а сзади вообще не такие. Рисуем такие огромные ноги. У меня, как всегда, они очень близко. Ну, вот так вот. Вот. Теперь вот тут вот мы заканчиваем наше само тело. И заканчиваем вот тут вот. И вот что у нас, какой у нас слон, слоненок получился. Еще добавьте к нему хвостик, потому что слону обычно не с хвостиками. Я использовала масляный немного карандаш, чтобы он был таким серым. Художественным типом. Угласен. У меня получилось, что слоненок младше твоего. Кого-то еще надо подождать или кому-то, если непонятно? Я уже успела. Угу. Или, если кому-то не очень понятно, еще раз рассказать, как что рисовать. Или, кто хочет, показывать свои работы. Все? Так. Ага. Оля Беляева молодец. Хорошо получилось. Кто-то хочет еще показать? Где сменка? Хорошо. И теперь займитесь задним фоном. Он может, как я сказала в начале занятия, любым. он может быть на море, в каком-нибудь пальмовом лесу, на закате, где угодно он может быть. Вот. Это уже вы решайте, где он у вас будет. Можешь нарисовать просто землю, небо. Как обычно мне не решить. Вот так вот ближе видно. Ступинка. Вот. Блокончик может нарисовать, как у меня. Срисовывать. Но это не обязательно. не вижу мне вроде нет, просто пиксел ребят, ну вы как хотите, так и рисуйте фон я просто по своему не знаю хоть и буду рисовать гуаши, но карандаш все равно иногда просвечивается под гуашевым слоем спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok и я не поморачиваюсь, уже начинаю раскрашивать самого, сам мой фон спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok если, кстати, у нас останется время в конце урока, то вы можете сказать, если хотите, какую тему вы на следующий урок захотите вот и какого животного захотите нарисовать я потом подумаю того и чего тогда запомню ваши версии спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 О, а у нас есть следующее занятие? Ну, если я не успею. Да, Тоня, я думаю, что нет. Да, блин, простите. Я не успела. Ну, значит, докрасишь потом. И показаться на следующий урок? Да. А какое у нас занятие следующее? Окей, пока. Рябка, да? Пока. Да, ребят, до следующего занятия. Я тоже не совсем успела бы сказать, мне просто все потекло. До следующего занятия. Спасибо, что были на моем уроке. До свидания. До свидания.